Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Беседа состоялась по возвращению президента из Узбекистана, где он несколько дней находился с государственным визитом. Руководитель субъекта доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона и обратил внимание на вопросы, которые нуждаются в содействии на федеральном уровне. Как, как, где? В целом? Все хорошо. Я смотрю, у вас продолжительность жизни выше, чем в целом по другим регионам страны. И численность населения подрастает. Подрастает, да. Ну, отсюда и вопросы возникают. Это и количество мест в детских садах, в яслях, это количество посещений в поликлиниках. Вот это, так понимаю, что одни из наиболее острых вопросов? Ну, Владимир Владимирович, мы замечали и про школу в прошлый раз, но перед этим, хотя бы сказать, большие пожелания, добрые, ваш адрес, просили передать жителям республики. Более сорока детских садов за три с половиной четыре года введены в строй. Новых. Нам сейчас немножко осталось, всего три тысячи где-то осталось только, как бы, ввести. Вот. Поэтому в этой части и школы, 37 школ. Вот за эти четыре года построили. Вот. И вот это, конечно, влияет. И кто бы не приезжал, и сам Кравцов приезжал, Сергей Сергеевич. Наверное, те указы относительно материнства, детства, вот год семьи, который указ ваш, он влияет. Влияет и каждый раз, когда обращают внимание на мам, на детей, то это дает, ну, уверенность, наверное. Поэтому и рождаемость, у нас же и рождаемость, мы вторые в России. Мало того, что детский сад для детей, школ для школьников, но это же рабочие места. И это, вот эти школы, если сложить, да, более семи тысяч рабочих мест. А это как раз мамочки, сестренки, снохи, ну, то есть они через дорогу или там в соседнем улице идут на работу. И в этой части особое внимание было. Кроме того, мы же 23 более отремонтировали школ, детских садов, амбулатории. Но в Кантышево, вот, вообще такое большое село. И там, когда вот трехэтажное, я выезжал туда, построили поликлинику с стационаром в части какой-то. И понимаете, когда это новое оборудование, новые здания. А там ужасное было, ну, такое обычное, не ужасное, ну, как это, обычное наследствие наше оттуда, вот, такая была. Поэтому, если брать условия, самое главное, и те выплаты, которые идут по вашим указам, да, поручениям, то это влияет на демографическую ситуацию. В этой части государство помогает, регулируется и руководствуется указом президента, вашим указом. И поэтому я полагаю, что вот эта ситуация влияет вот на это, само по себе. В части поликлиники, мы с вами говорили, я этот вопрос еще потом подниму, это объединенная больница, значит, которая нам нужна, в целом больница это, потому что они районные были, и вот главная больница, как бы считается, республиканская, на самом деле это бывшая больница районная, районная, то есть там 250, там, где-то коек, а тогда вы обговаривали, дали добро, вот, что объединенного не устроить, там, на 500, там, коек, и дай бог реализуется, и 250 посещений поликлинику там же. Поэтому там все, и проект есть, и спасибо, там у нас с проектом было вопрос финансирования. Мы обращались к вам, мы завершили проектирование, получили экспертизу, и мы готовы, земля отведена, то есть вот это очень важно. Я смотрю, у вас растет промышленный производство, за счет чего? Владимир Владимирович, в этой части настолько пристально подходили к этому, и в прошлый раз ориентировали на то, чтобы мы уже дотационность, 44 у нас процентов было, там, 42 уже спустились мы, потом у нас было, там, с восприним дохода, там, 3, там, с копейками, а сейчас у нас 9,2 консолидированный бюджет, и в этой части, и с долгами мы решили. Меры бюджетного принуждения мы последние выплатили в прошлом году, 131 миллион, и теперь у нас мы освобождены от мер бюджетного принуждения. И это очень важно было для республики, потому что мы можем теперь регулировать некоторые вещи в соответствии с своим бюджетом, и уже формы находить другие. Но сегодня я вам скажу, я сам возглавляю инвестиционный совет, и, ну, могу сказать вам, что 40 портфелей, вот, последний раз рассматривали 7 пакетов портфелей, да, и у нас зашел инвестор строить жижный газзавод, уже 10 станций будут в этом году построить жижный газзавод, эти, и для нас это очень важно было. Кроме того, бытовая химия, она сама по себе, ну, как бы вот по всяким ситуациям мировым, ну, то есть там ограничено, там что-то такое. Зашел к нам тоже инвестор, мы, а то есть первому и второму мы даем землю сразу, оформляем, сам присутствовал при закладке вот этого первого камня, или как его там назвать, да, и, кроме того, в силу того, что у нас там частный сектор огромный, чтобы не загрязнять среду, землю, мы, к нам зашел инвестор очистных сооружений, завод строит. Уже год работает цех полтора, и уже локальные очистные сооружения, то есть хоть на дачный дом, хоть на школу, все школы, все детские сады, которые строятся, амбулатория, любое административное, ну, пока учреждение, и они предполагают, и уже в проекте заложено очистные сооружения. И вот этот завод, сам инвестор приезжал, мы с ним встречались, ну, естественно, промышленность у нас, реал открылся, алюминиевый плавить, вот, 10 тысяч у нас сейчас тонн производят в профиле алюминиевого, кроме того, у нас АТМ, это отопительные радиаторы, где-то миллион триста, сейчас до трёх миллионов доводят, до трёх миллионов. Вот, пластиковые вот эти трубы, которые у нас завод тоже любой формы, для газа, для воды, для всего. И промышленность, мы просто создали условия, я полагаю так, потому что я встречаюсь и приглашаю все ресурсные организации, когда я их приглашаю, и все контрольно, ну, смотрите, Ростехнадзор, вот я при бизнесе говорю, так, значит, давайте так, вот, там, ну, разные ситуации возникают, чтобы оккупировать их, я говорю, вот, давайте, помогайте наоборот, мы будем помогать, бизнес нам несёт материальное и налоговое благо для республики, поэтому давайте-ка к ним относиться хорошо. Кто нарушил, он, есть для этого органы, которые за этим смотрят, следят. Наше дело, знаете, посмотреть, как им помочь, чтобы они адаптировались в короткий срок и вот в этом плане. Поэтому промышленность у нас на сегодняшний день, Владимир, серьёзная. Очень важно создавать благоприятные условия для работы бизнеса, это точно. Вот мантру «Спасибо», он приезжал, вот, и он посмотрел, был приятно удивлён, просто посмотрел. Вот, поэтому вот такая ситуация.